Посёлок Октябрьский Пермской области, станция ЧАД. Она приехала сюда по распределению после техникума работать. Он местный, только демобилизовался после службы в армии. Галина и Анатолий встретились нежданно-негаданно. Один парень, миродушник у меня был, думал, что хотел бы мне, чтобы я развернился на меня. И пригласил нас в день рождения, никогда не делал. Вот там мы познакомились. Я всё досконально помню. Я сразу понял, что эта девочка будет моя. Ну, если она будет согласна, конечно. Денег на свадьбу не было, поэтому Анатолий взялся за подработки. Выполнял по два с половиной плана на пилораме и за зиму накопил приличную по тем временам сумму – 1200 рублей. Семья прошла испытания разлукой дважды. Во время учёбы мужа и пока Анатолий подготавливал гнёздышко на севере. Люди нормальные здесь. Люди хорошие. Очень хорошие. Хорошо встретились с таких людей. Мы дважды даже не закрывали. Поставишь ведро или что-нибудь около двери, человек уже не придёт. И помогали. Лежу ломуты все. Послужной список коршуновых в Нягоне просто огромный. В строящемся посёлке тогда требовались универсальные специалисты. Так и получилось, что работник бытового комбината трудилась в леспромхозе и в банке, а тракторист и сварщик в пожарной охране и в аэропорту. Золотые юбиляры к трудностям относились терпеливо. Друг о друге всегда заботились. Это и есть главный секрет семейного долгожительства. Мы так нормально всё-таки живём. Когда для себя это неинтересно жить. Мы сейчас для внуков больше живём. Но детей для внуков. Любовь – это когда человек заботится о своём родном человеке. Беспокоится. Грубо говоря, ждёт с работы. А сейчас, сейчас каждая девушка хочет много денег. Чтоб он не работал, находился рядом, так не бывает. Здесь, на Тихона Сенькина, семья прожила 40 лет. Здесь выросли дети. В скором времени золотых молодожёнов ожидают долгожданное событие – снос дома и переезд в благоустроенное жильё, которое станет новой точкой отсчёта счастливой жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok